Мне, этого у меня хватает, на тебе, снова тебе, мне, мне, свет накопительная нужна, мне, тебе, мне, тебе, так надо правильно делить, я все правильно делаю, поверь мне, у меня опыт, так это надо, это мне, на тебе, тебе, такая только одна была, мне, тебе, а что это вы здесь делаете, кто здесь, да конечно это я, ну привет, ничего страшного, я ничего не украду, так друзья, друзья, и вы друзья, и наши друзья, кто не узнал, да, нет, пока не узнали, ну давайте я вам представлю тогда, это Александр Жуков, в отдельном представлении не нуждается, вы его уже и видели, и слышали, и он сам себе любит заявлять, ну и Альберт Бондаренко, да, вот видите флаг, угадайте, что за флаг, да, кто угадает, тому приз, но только быстро надо, пока этот ролик будет актуален, еще раз привет, парни, ну вот я вас застал, как говорится, врасплох, честно говоря, не очень, мы рады, но это будет палево, в общем-то, сам понимаешь, Саша, давай, давай, наверное, такой, приоткроем немножко завесу тайны, ну все-таки ни для кого уже не секрет, да, что находится в коробках у чемпионов и профессионалов, уже неоднократно их показывали, эти коробки, да, можно вот от вас получить некий такой, знаешь, как сейчас модно говорить, лайфхак, да, для наших, как говорится, зрителей, вот куда, зачем и почему именно вот это выбрали, там без особых, как говорится, там углублений, просто почему, почему это вам нравится, да, и почему именно вот так. Витя, встречный вопрос, когда это выйдет? До или после? До или после чего? Ну, как, наверное, не секрет, мы сейчас здесь, потому что решили подготовиться к Пал Траут, который начнется завтра. Понятно. Мы его участники, и вот решили пополнить свои запасы самими проверенными, и здесь хороший ассортимент, набрали себе то, что... Классно, тогда я тебя переживаю, отвечу тебе на вопрос, тогда это выйдет как анонс перед соревнованиями. Тогда мы ничего не скажем. А давайте мы пообещаем, что выйдет после, я выхожу туда. Нет, ну хорошо. Хороший момент, Витя. Не страшно. У меня такой мандраж. Да я за вас сам переживаю и болею. Я не знаю, у меня интуитивно, я хватаю... Давайте мы вам открываем всех секретов, просто, ну... Так много всего, я нахапал, вот сейчас мы с Альбертом стоим и думаем, как мы будем распределять. А кстати, а почему у вас двое? А где Макс? Он поясединится к нам позже, мы о нем всегда помним. Точно? Это не только вам? А, Макс, видишь, парни о тебе не забывают. Никогда своих не бросают. Никогда. Ну давай, из особых секретов, но просто почему, почему хардбейтс, почему вот именно эти вещи? Ну во-первых, не только хардбейтс, не только хардбейтс. Вон у нас там корзиночка, там еще есть много чего. И это еще только, так сказать, начало. То есть это так, аперитив? Да, к сожалению, увлечение форелью влечит за собой значительные расходы. И в общем, это только часть того, что мы планируем здесь приобрести. Это, заметьте, только к одному турниру. Обалдеть. Да. Что касается распределения, вот сейчас мы этим займемся с Альбертом. Будем делить на три кучки. А вы как в фильме, да, там, это тебе, это мне, никого не обделил, да? Именно так. Альберт, он тебя не обидел? Нет, не получится. А для этого он и здесь. Все-таки, да, у Максима есть. Контроль, контроль. Не, Макс, на тебя не обидел, я тут смотрю только к началу. В двух экземплярах он, конечно, может не доставать. Не, но мы Максиму, конечно, позаботимся. Ну, раз уж, как говорится, тем более, что тебе переживать, ты не же, собственно, Саша. Не, есть, что переживать, потому что ответственность очень большая. Выдаем новый, на нем еще не был. Вот Альберт... Слушайте, а где я? Алмазова. Алмазовый, это новый выдаем. Только позавчера на нем был первый турниру. Турнир, открытие. И, говорят, прошел феерически. Вот Альберт там принимал участие. Собственно говоря, вот по инициаторской информации оттуда, от людей, которые там участвовали, я, в частности, делал выбор. Я говорю, здесь очень большой ассортимент, но все, наверное, объять невозможно, да и не нужно. Брал я именно то, что, на мой взгляд, должно хорошо работать конкретно на этом водоеме по этой рыбе. Ну, давай, наверное, у Альберта спросим его мнение про водоем. И вообще, твой опыт, он уникален тем, что, насколько я знаю, да, тем, что ты ловишь не только арийную форель, ты ловишь и стримую форель, дикую в реках. Да, поэтому твое мнение тоже очень важно. Да, в первую очередь я стримовик, а во вторую очередь арийщик. Это всего третье соревнование моей по арийной ловле. И не просто даже третье соревнование, а третий выход на пруд. Поэтому опыта не так уж много, но пытаюсь набираться опыта. У кого-то спрашивать, смотреть видео. Огромное количество видео представлено данным человеком, который мне помогает так же. Мы ходили сейчас по магазину, выбирали огромное количество и видов, и расцветок, и громовок. То есть ассортимент тех же самых колеблющихся блесен, он очень мне помогал. Я в свою очередь два дня сейчас находился в Алмазово, и сам кидал, участвовал, подсматривал за другими спортсменами, делал небольшую корректировку тех расцветок. Ну вот видите, а вы переживаете, я чуть-чуть за вами посмотрел, а вы и так все время это практикуете. А это везде так практикуется. Вот, поэтому я думаю, сейчас мы этот небольшой ассортимент выбрали, распределим на троих людей. То есть поделимся так же опытом друг с другом, и уже будем строить какие-то планы на полтраут. Ну, учитывая, что это только начало, как говорится, вашего подбора, да, давайте просто, давайте, почему остановили внимание именно, скажем так, на этих расцветках, весах, да. Вот чем вызвано, поскольку сейчас, ни для кого не секрет, что за окном уже осень, холодно, погода дождливая, при том освещение днем, а я знаю, что это важно для при ловле форели, да, освещение меняется постоянно, то солнце, то облака заходят, то тучи, то дождь. Как бы, почему это, какие веса, на что делаете ставку, так вкратце, не открывая всей завесы, но тем не менее, скажем так, чтобы это было интересно, ну и потом перейдем немножко там к снастям а-ля там шнуры, лески, палочки, катушечки, если это будет возможно. Слово Альберту, который принимал участие, и имеет больше опыта конкретно по этому водоему. Ну, водоем новый, спортивный, дно не закоряженное, глубина 2,5 метра, ровнейшее дно, потому что выложен целлофан, грубо говоря. Запущено рыбы очень большое количество. А если не секрет, навеска какая-то, не в курсе? Навеска была от 200 до 400 грамм, чаще всего попадалось 300-400. Да, рыба бойкая, первые по туры активность была просто на высочайшем уровне, соответственно, она хотела и брала более яркие расцветки. Далее, как всегда по опыту, все хуже, 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 значит, надо было подбирать и другие расцветки, и, соответственно, рыба уходила там вниз, то вверх, то солнце, то облака, то есть это все по ситуации. Но в первую очередь, на моем маленьком опыте и участь на опыте других людей... Ну, не скромничь, не скромничь, твой опыт, он не маленький, он большой. У меня опыт в стриме большой, грубо говоря, с детства. В спортивном мире, то есть 4 года всего лишь, в Арики, вот это третье соревнование, поэтому я больше смотрю все-таки на... Но результаты твои говорят сами за себя. Ну, есть немножко, да, есть немножко. Поэтому в первую очередь подбирали яркие расцветки, потом, ну, потом на усмотрение. Сейчас, я думаю, Александр расскажет, что больше подойдет, что больше по громовкам, потому что опыта у него все-таки больше. Саш, ну тогда тебе слово, и у меня к тебе есть каверзный вопрос. Сейчас или потом? Сейчас. Но он не открывает никаких секретов, просто он, скажем так, позволит из уст тебя, как большого профессионала и гуру, развеять вот этот миф. Насколько важен цвет для рыболова, понятно, что это наш фетиш, а именно для рыбы, ну, в частности, для форели. Витя, ты знаешь, вот я всегда был приверженцем того, что цвет для рыбалки имеет минимальное значение. То есть, по сути, у меня всегда было деление на яркий, темный и некий натуральный цвет. Вот. И все вот эти оттенки, я на них просто вообще не обращал внимания и не понимал людей, которые так много значений придают этому. Пока я не пришел в форель. В форели, к счастью или к сожалению, это реально работает, это реально огромное значение имеет. То есть, зачастую, вот самый маленький оттенок, он приносит результат или наоборот, не приносит результата, если нет этого оттенка. Поэтому, к сожалению, действительно нужен достаточно большой ассортимент. В общем, может быть, не совсем до такой степени, как у некоторых людей, но ассортимент должен быть. Но профессионализм, он всегда, скажем так, сопряжен с фанатизмом. То есть, что вес, горизонт, проводка, анимация, они имеют большее значение, но расцветка имеет значение. Ну, то есть, если мы разделим с тобой, условно, рыбу, которая ловится просто у нас в регионе, да, в центральном, то есть, это щука, окунь, там, жерих и, соответственно, головы, то там цвет где-то имеет очень второстепенное значение. Я считаю, что так. А вот если мы применим к форели, то это одно из основополагающих, пусть не первое, но где-то в первой пятерке. Гораздо большее значение имеет. Но я вот смотрю, Альберт Кивайт, я так понимаю, он со мной согласен. А в стримовой ловле, кстати? В стримовой ловле цвет имеет второе значение. Первое значение – это угол подачи. Ну вот. Потому что ты можешь сместиться на один метр, то есть, ты можешь стоять, сделать 100 забросов разными приманками, сместиться на один метр, кидать в ту же самую точку и вытащить оттуда 10-15 штук. Класс. Парень, давайте применительно к вот этой вот для вас небольшой кучке, для многих это очень огромная кучка. Я пойду, почему эта кучка оказалась именно такой. Я, как уже говорил, тут полтора дня назад проходил первый турнир в Алмазово, и, соответственно, турнир, в котором принимало участие огромное количество известных спортсменов, в том числе вот Альберт. Естественно, что большую часть этих известных спортсменов я не то что опросил, я их прижал к стенке и долго пытал. У меня сейчас телефон разрывается от информации, что, кто, как. Поэтому, хоть сам не смог, но, по крайней мере, таким образом инсайдерскую информацию я получил. И вот на основании этой инсайдерской информации от людей, которым я доверяю, которые я знаю, которые действительно являются авторитетными и опытными спортсменами, ну, вот был набран некий сет, который, скажем так, во-первых, отвечает тому, что нас потенциально там ждет, а, во-вторых, исходя из тех провалов, погрешностей, которые есть, ну, конкретно у меня в ассортименте. Потому что, ну, не секрет, что блесна – это расходник. Да, крючки, блесны, воблеры, да, это все расходник. Имеют тенденцию убывать, и их необходимо восполнять. Хотя, как я понял, извини, что перебью большой плюс этого водоема, в том, что нет коряк. Поэтому потери будут, думаю, минимальны. Не просто без коряк, он идеальной формы, он абсолютно ровный четырехугольник, с глубиной не согласен с Альбертом. Насколько я знаю, там глубина 4 метра, достаточно глубокий. Сашка нырял, он лучше знает, да? Нет, я просто знаю, потому что он копался у меня на глазах, и, собственно говоря, я приезжал туда проверять его рельеф, проверять, как все происходит. У вас, Александр, не только палочки. Я за ним бдю. Да, я слежу за ним, потому что, ну, для меня это принципиальное значение не имеет, будучи сам. Рылятником, мне, конечно, хочется, чтобы все было лучше. Ну, это прям очень приятно слышать, Саша. Давайте сделаем проще. Давайте сделаем вот пятерку ваших там, топ-5 ваших любимых блесен. Ну, поскольку я вижу блесны. Топ-любимых или применительных к данному турниру. Это для большей разницы. Но к данному турниру, насколько я понимаю, это достаточно тяжело, поскольку вот Альберт там побывал, ты еще толком нет. Я хоть сам не побывал, но я опросил столько людей, получил столько информации, что как будто уже там. Окей, давай я знаю. Топ-5 самых классных, которые там будут ловить 100%. Ну, вот, если мне не изменяет память, на прошедшем турнире, полтора дня назад, победил Алексей Шакин. Правильно? Да. Насколько я знаю, весь турнир, весь полностью турнир он ловил на одну единственную блесну. Белого цвета, если не ошибать, басдей. Да. Правильно? Да. О как. Вот. Соответственно, по форме... Топ-5 это будет все белые, полтора размера. Это вес у блесны был 3 грамма. Он сначала успешно ловил на тренировке на эту же самую блесну, но в весе 2,4, но он ее оторвал. И поэтому на турнире он использовал трехграммовую. Вот, собственно говоря, это информация, которая фактически посыл... Я понял. К тому, что надо выбрать, та блесна по форме очень похожа на NOA-B от RodeoCraft, по сути. Вот, грубо говоря, надо среди этого многообразия... А у вас здесь белое что? О, я вот вижу, кстати. А, ну это Nomadic Code, это не басдей. Но, тем не менее, она же белая. Басдей здесь нет. И вес 2 грамма вполне неплохо. Я считаю, что не надо вот так настолько дословно воспринимать информацию. То есть это должно быть достаточно яркая, достаточно крупная блесна в районе 2,4-3 грамма. Ну вот, с размашистой игрой. Вот. И, соответственно, яркого цвета. Сходя из того, что много активной форели. Хорошо. Ну, крючки, я здесь вижу, я понимаю. Для чего они? Соответственно, для переоснащения тех блесен, у которых, соответственно, не безбородые крючки. Да, поскольку у нас соревнования проходят по принципу поймал-пусти. Не только для переоснащения блесен с небезбородыми крючками. Крючки, при особенно такой активной ловле, имеют свойство и ломаться, и тупиться. Там буквально 10 форелей поймал, там крючок по-хорошему надо менять. Запоминайте. Поэтому всегда, по сути, в коробке, в ящике должны лезать запасные крючки, чтобы быстро, оперативно произвести замену. Это имеет зачастую очень принципиально. Ну, соответственно, это у нас и зритель догадывается, я понимаю, что это такое, поскольку сам тоже практикую ловлю. Это у нас грузики вольфрамовые разных весов и, соответственно, расцветок. Я так понимаю, что будет использоваться силикон. Вот я его вижу. Да, в отличие от прошлого турнира здесь будет разрешено использование резины. Соответственно, использование резины подразумевает крючок, оснащенный каким-то грузиком. Вот, собственно говоря, эти грузики. Здорово. Просто изначально, но, скажем так, фролятники успешно это используют и для себя. Ну, смотрите, сколько уже лайфхаков мы вам сообщили. Но тут есть интересный момент. Можно я вам еще один, конечно, вопрос задам? Кстати говоря... Давайте глянем вот на вот эту штуку. Вот это не крючки. Вот это застежки. Давайте посмотрим повнимательнее на их размер. Вот мой палец. Вот размер этой застежки. Вот здесь мужчины стоят, немаленькие. Как вы их вообще расстегиваете и застегиваете? Я, честно говоря, не представляю. Я ловлю с применением тех же брендов, но размером побольше. У меня пальцы не позволяют это скрывать. А это застежка для фролятника, который верит в свою приманку. Один раз застегнул, как шакен. И весь турнир фигачит на одну блесну. Не снимай ее. То есть ты хочешь сказать, ты сидишь всю ночь, пристегиваешь, ко всем блесно. Дома с микроскопом, с увеличительным стеклом, крепко нахрепко привязал. С лечением детей, поскольку руки у них меньше. Потом один раз застегнул, пока еще руки теплые, сознание ясное. И весь турнир фигачишь форель на одну блесну. Вот это фанатизм. Да, я этому пример. Парни, ну и в двух словах, что вот в этой корзинке, ну я так понимаю, что немножко по силикону, поскольку... Немножко? Нет, я имею в виду слов. Немножко слов по силикону, поскольку его там действительно много. Поскольку турнир не только в формате hardbaits, как это сейчас принято говорить, но и разрешены те самые softbaits, то есть силиконовые приманки. Поэтому на что ориентируйтесь, что... Во, кстати, я вижу здесь trautzone, bradabaits. Кто у нас там еще красивый? L-baits. Ну тут много кого. И Berkeley, уже именитый до безобразия. И вот знаешь, как у меня коварный вопрос? Я же люблю их задавать. Сыр, креветка, краб. Вот что сейчас по вот этой вот вонючей штуке лучше всего работает по вот этой воде, поскольку она холодная? Есть такое как бы вот понятие? Вот примерно то же самое, что я говорил про цвета, применительно к дикой рыбалке. Я скажу про запахи, применительно к форели. Я не сильно верю в запахи. Я считаю, что это не принципиально. Большинство своей резины я храню, выложив из этих баночек. Она у меня уже выветрилась. По сути, не имеет никакого запаха. Более того, я скажу... Кроме твоего. Trautzone, например, который сейчас дико популярен и востребован, я не применяю практически уже года два. Вообще. И, в общем-то, не страдуя от этого совершенно. Тот же Шакен Алексей, который победил, он не применял Trautzone вообще никогда. В принципе. И это никак не мешает. Поэтому я считаю, что запахи это больше приманка для рыболова, нежели для форели. Но, тем не менее, как... Это мое мнение. Тем не менее, вот мы... Тебя спросим, как у человека, который еще и стрим его ловит. Ну, она как-то ориентируется вообще на какой-то запах, аттрактант? Возможно, и есть ориентация, но я вам скажу, самое главное, это подача. Конечно. Правильная подача, правильная игра. И какой будет запах, будет икра, будет сыр, будет креветка, не имеет значения. Я пример скажу, что мы с моим братом и племянником сами выливаем резину, для себя, а не для продажи. И там и делали с разными аттрактантами, и делали без аттрактантов, и работают они одинаково. Главное, правильно подать приманку. Горизонт, подача, свет и на последнем месте уже запах. Это вот отличный момент. А форма, я не про блесну, а про силикон, она же имеет значение? Конечно. Форма и размер. Имеет значение, потому что при разной активности рыбы нужно применять разные резинки. Окей, мы на всю эту красоту посмотрели, у меня один важный вопрос в заключении. А какие палочки будут? Вот это же жутко интересно, посмотреть на что ловят профессионалы. Пусть хоть один секрет останется секретом, об этом мы поговорим не сейчас, а на водоеме. Там уже, я же так понимаю, ты там будешь? А как же? Вот там и увидишь. То есть вот так, да? Ну и что, друзья, интрига сохраняется, да? Оставим тогда парней, пусть дальше собираются, не будем их отвлекать, поскольку это сложное занятие, я это по себе знаю хорошо, да и вы наверняка знаете, что такое подготовка к рыбалке, тем более к профессиональным соревнованиям. Ну а если хотите узнать, все-таки какими удилищами ловят наши чемпионы и профессионалы, какие катушки используют и все остальное, посмотреть, как это работает, тогда оставайтесь с нами, смотрите, мы будем вещать оттуда живьем. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok